итак всем привет дорогие друзья с вами stopgame.ru василий гальперов и мы начинаем прохождение игры resident evil revelations так начинаем компанию новую игру будем играть сначала я думаю что буду играть на обычной сложности потому что несмотря на то что проект портирован с карманной консоли он достаточно хардкорен и на преисподней думы будет много фейлов это не есть хорошо для прохождения поэтому обычный дома будет достаточно во время сюжетных заставок я постараюсь молчать когда будет геймплей то что-нибудь вам расскажу интересного ой а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, Resident Evil Revelations Как, наверное, многие знают, изначально этот проект вышел на платформе Nintendo 3DS В начале 2012 года, точно не помню, в январе или феврале, по-моему, в феврале Но не суть важна, так, у меня что-то такая слишком большая сенса стоит Сейчас я поменьше ее сделаю Да, вот это получше будет Вот И собрал достаточно хорошие оценки, достаточно хорошую критику И поэтому, видимо, Capcom решила, что все-таки полноценной части игрового сериала не место на одной только портативке И решила выпустить ее в HD-версии для старших консолей и для ПК Вот Чем же так знаменательна Resident Evil Revelations? Так это в основном то, что она позиционируется как Такой симбиоз шутановых пятой и шестой части И оригинальных первой, второй, третьих хоррорных частей То есть вот мы сейчас видим, что какие-то непонятные перестукивания в канализации И всякие трупы выпадают непонятно откуда Что ж, давайте проследуем за тем, что ведет нас по вентиляционным Я сказал канализации, что ли, Господи Иисусе По вентиляционным каналам И посмотрим, что же это такое Вообще, этот уровень был в демке Которая вышла где-то, не помню, неделю назад Что ли Ну, то есть, эта локация только немного с другого места Я думаю, что мы сейчас как раз до него и дойдем Так И чем была примечательна эта демка Так это плохой русской локализации Я смотрю, что, по-моему, ничего не изменилось Монтажная плита обесточена Ну, здесь по-другому А, нет, здесь есть источник энергии Да, все так же Все так же не очень К сожалению, видимо С момента выхода демоверсии Перевод не пофиксили Это большая проблема Потому что Ох, достаточно Плохие были Субтитры в демке И если так будет всю игру Это совсем нехорошо Ну, нет, вроде она говорит Лицо выбилось Раньше здесь был А, нет, вот он Вот этот путь Да, действительно Вот этот путь Мертвый Ленин на столе Это действительно наш путь Ладно Придет смириться с переводом Сейчас вроде будет доставка Я опять не могу Помолчу Мертвый Ленин Мужик, как ты понял Что это не Крис У него что Татуировка на руке была С надписью Север Ну, в смысле Это рука обглодана Это вполне может быть Крис Ну, да ладно Предположим, что у него Какие-то уникальные руки Хотя Ух ты, блин После Пятой части Да, у него руки уникальные Они умеют Надуваться Ух ты, ё-моё Ох Тут персонажи Как-то странно Немножко Выглядит местная Система управления Ладно Потом перейду К системе управления Ну, первый эпизод Думаю Начинаем его Это, типа, видимо Был такой пролог Небольшой Эта плотная и идиллика Матрикс Трагедия Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, что-то на уровне второго сайлент хила, где надо было в туалет руку вдыхать Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, что продолжим ходить по берегу и сканировать всяких тварей Давайте Вот висит какой-то Патрончики, патрончики здесь нужны Опять-таки, судя по Денке, игра достаточно сложноватая Бывает О, ё-моё Так Ааа, господи Блин, у неё пасть такая прям Ужас Так, ладно Так, патрон... Ух ты! Сейчас сожрёт моего мужика Не жри моего мужика, тварь Всё Ну вот, заметьте, сколько ушло патронов на эту тварь Вот что забавно, в игре абсолютно нету бега Ну то есть, вот это вот я бегом не называю, да? Это вот такая быстрая ходьба А вот такого, не знаю, ускоренного бега... Окей Ускоренного, ну, такого бега нету После шестой части это особенно так странно ощущается Ну и вообще, у Revelations, судя по всему, динамика немного другая Да, я про гранаты тоже читать не буду Так Ух ты, находка Что там мы нашли? Патроны Да, сокрытые вещи тоже встречаются Надо со сканером довольно часто ходить Чтобы вот подобные штуки находить везде Так, что мы ещё не доисследовали? Где у нас оставшиеся вещи? Наверное, где-то вот здесь, на краю пирса Пирса Ниванса, который был в шестой части Не будем говорить, что с ним случилось Но ничего хорошего Так, 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 так Чё и где ещё? Что? А, вот это я не сканировал, что ли? Ммм... Надо сканирование всяких монстров дают таблеточки И лечащие Тут с травой, я так понял Всё со всем упростили Не надо вообще смешивать траву, нифига Просто вот ты, ё-моё Просто подбираешь траву и всё И она уже является лечилкой по факту Да На тебе впасть, на... Ох, ну вот действительно много приходится тратить патронов на это дело Это достаточно проблематично Так, нет, не то, да? Да держи, мне не нужны твои данные на трупах вы это вообще трупами сложно назвать да на них есть признаки инфекции они не похожи на трупы вообще вот вам признаки инфекции мать ку это меркетельная это я а что да это хорошо я возьму это мы должны рвать все это начнем сейчас хорошо Продолжение следует... Джилл, Паркер... Вы два еще на сайте. Что случилось? Мы потеряли контакт с Крис и Джессика. Когда? Как? Мы не уверены. Я отправил их последние координаты к вашим терминалам. Сигнал был потерян в море. Я думал, что они были в гостях, охраняя Фелтро. Но, судясь от их позиции, они должны быть... На корабле. Я вернусь в ХК. Возьмите обучение и защите. Вы два будут мои глаза. Да, сэр. Хм... Ну вот пока вот смотрю, и... Субтитры, конечно, не самые хорошие, но все-таки... Более-менее, ну, читабельные. Но, сейчас вот посмотрим. Там будет достаточно показательный момент. Если он остался как в демо-версии, то все это... Это ужас просто полный, значит, будет. Так. Прошли какой-то эпизод. Надеюсь, не тот, который там с пафосно так показали на запотевшем стекле надпись. Так. Далее. Ммм... Видимо, нет. А, вот как раз и демка началась. А, не, вон все, скопируй это, да. Отлично. Копи-дет. Эээ... Что в переговорах по рации обычно, значит, поняла тебя. Но здесь это скопируй это. Отлично. В общем, да. Судя по всему... Много схожего со скелетами на берегу. Зачем с того, что ни хрена он не схож. Ну ладно. А, на патроны пособирали. Будем выдвигаться дальше. Вот. Вот сейчас вот. Самый просто момент в субтитрах, который меня рассмешил в демке абсолютно полностью. У нас запертый Крис Редфилд. Крис! Давай, скажи что-то! Затянут сюда. Сможешь его извлечь. Нет, здесь твердо зажато. Вот как это называется? Корректора не было в принципе, или что? Вообще, читали... Перечитывали хоть, что написали-то в субтитрах. Но такое чувство, что просто вот, не знаю, гуглопереводчику скорми, он это лучше переведет. А он достаточно хорошо переводит. Не надо на какой-то переводчик гнать. Ай, ладно. Видимо, с локализацией действительно, как бы сказал Дональд Дак, все очень плохо. Но придется смириться. Это вот, знаете, была новость по поводу того, что Capcom теперь сама будет свои игры переводить на русский язык. И вот, видимо, да. Вот так вот это будет выглядеть. Так вот, официально, если кто-нибудь из Capcom меня сейчас слышит, не переводите сами игры свои на русский язык. Дайте хотя бы 1С. Они это делали все-таки лучше. Ну и, к тому же, опять-таки, я помнится в видеообзоре, этот вот, шестого Resident Evil поднимал вообще тему перевода. Того факта то, что нету никакого заимствования каких-то определенных вещей в переводе. И вот тут это опять-таки ярко выражено. То есть, если в пятой части у нас было BSAA, то есть не переводили название организации вообще никак, то в шестом Resident решили перевести название организации. И решили, что это оно у нас, какие-то там непонятные буквы английские, которые школьники там не поймут. И оно никак не расшифровывается на русский язык, то есть BSAA. Вот. И решили назвать его APBT. Что тоже очень сложно выговариваемое и странно звучит. Ну вот, а здесь опять сменили название. Теперь это AOOB. Что я тоже не знаю, как переводится. Ну, в общем, человек, который не знает английского, будет считать, что это три разных организации. Хотя это, по идее, одна. Здесь наружу поступает воздушное охлаждение. Да. Именно так называется. Кондиционеры фирмы Разбитое окно. Наше воздушное охлаждение лучшее на катерах круизного класса. Ох, ладно. Что-то валяется. Не могу взять, ладно. Ладно, идем дальше. Я тут, в принципе, знаю, куда идти. Это все я проходил, вон тёлка заорала. Тёлка с титьками, которую показывали, по-моему, во всех трейлерах. Которая, видать, умирает сам в начале. Хотя, возможно, за нее будет какой-нибудь флэшбэк. Вполне может быть. Почему бы и нет. Трава, трава лишней не бывает никогда. Даже когда у тебя много травы, это все равно. Так. Давай, чувака. Ладно. Давай. Ух ты. Что-то какой-то быстро умирающий. Ну вот это кажется, что они на самом деле быстро умирают, но они не такие слабые. Начнем с этого. Ну и второе, разумеется, то, что я пытался в демке включить уровень сложности преисподней, и там их в разы больше, и они в разы сильнее. Такие вот дела. Она не похожа на члена экипажа. Она из другого формирования. Ой, ладно. Вот, я ничего не могу найти у женщины, зато нашла ключ. Отлично. А ключ ты у кого нашла? У мужчины? Я не знаю, мне продолжать высмеивать местный перевод или нет. Напечаток. Наверное, тоже зачем-то понадобится. Ах, ладно, теперь надо вернуться. И там будет очень смешная сценка. Но лично я поржал, когда ее увидел. Не знаю, наверное, многие все-таки прошли демку, но тем не менее. На самом деле, хорошо, когда демки берутся из начала игры все-таки. А может и не хорошо. Ты как бы включаешь и проходишь то же самое, что проходил недавно. Но, с другой стороны, демка Resident Evil Revelations была достаточно короткой. То есть, она по длине. Ну, вот считайте, от момента, когда я пошел за ключом, и вот я буквально уже ее почти прошел. Ну, вот сейчас на меня тут вылезет мужик из стиральной машины, который спросит, кипячу я или нет. И если нет, то он, видимо, идет ко мне. Ну, опять-таки... Не знаю, может все-таки стоило включить преисподнюю. Но я боюсь, что если я включу преисподнюю, то в дальнейшем могут случиться какие-нибудь фейлы, а там уж не хочется потом менять сложность или еще там что-нибудь перезагружать. Лучше уж ладно, как включил, так и включил. Все-таки достаточно челлендж игра создает. Патронов у меня не так и много, на самом деле. То есть, это кажется, что я их вроде бы насобирал, но их не то, чтобы слишком много. Так, нет, сюда не могу пока. Вот двери со знаком якоря, вот тоже отличительная черта оригинальных, наверное, Resident Evil, где были постоянно там двери со знаком, там, не знаю, туза. О, господи, нет, пик червей и так далее. Так, ой-ой-ой-ой! Так, уходим, уходим, уходим. Так, так, так. Ладно, в принципе, на самом деле, тут от монстров, я так понял, можно достаточно спокойно убегать. То есть, тут арена никакая не закрывается в тот момент, когда какой-нибудь гад на тебя выскакивает, но я думаю, что... Мы пока попробуем их все-таки поубивать. Почему бы и нет? Все-таки динамика должна быть какая-никакая. Хотя, если все станет очень плохо, то, я думаю, ретироваться с поля боя будет достаточно хорошая идея. Он еще вылезает из-под кровати. Вот мне, кстати, если честно, вот эти чуваки очень сильно напоминают, я не знаю, говорил я об этом уже или нет, амнезиевских парней. Как-то они достаточно похожи, на них смотрятся. Не знаю, может это у меня только одна такая ассоциация? Насчет, думаю, не только у меня. Они, в принципе, как-то похожи двигаются, правда, немного помедленнее. Даже похоже выглядит. Не удивлюсь, что не только я подумал об этой аналогии. Ладно, приближаемся к концу этого эпизода. Я так подозреваю, потому что там вроде как клиффхенгер будет такой интересный. Ух ты, у меня полные травы, вот это здорово. Ладно, идем. Да, давай поможем Крису. Не знаю, я вижу второй раз, конечно, но все равно момент смешной. Такой резиновый Крис, муляж, фигурка. Интересно, такую можно купить где-нибудь? Я же люблю всякие фигурки коллекционировать. Хотя, все-таки Крис с голым торсом... Нет, нет, оставьте себе. И здесь обычно высвечивалось сообщение, благодарим за игру. А, ну вот, как раз первый эпизод подошел к концу. Ну и, я думаю, на этом мы закончим также первый эпизод прохождения Resident Evil Revelations. И до встречи... До встречи во второй части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...